привет дорогие друзья привет всем сегодня у нас удивительный день сегодня мы встречаемся с дарьи зуева из дарья актриса театра и кино из россии наша солнечная девушка которая согревает тепло своим творчеством просто все русскоязычное сообщество нидерландов даже сегодня поделиться своей истории переезда и о том как она построила здесь карьеру пойдет удовольствие пойдем гулять пойдем даша где мы сейчас находимся мы находимся в вельгемина парк в мэппеле мэппел это город который находится на границе дренто провинции и оврайзл столица оврайзла это у нас с воля мэппел это такой небольшой городочек который как вот рядышком рядышком вот прекрасное место компактные миниатюрный городочек где все очень рядом очень близко в 15 минутах езды на велике ты можешь добраться до любой точки собственно говоря на станцию я приехал на велосипеде чтобы встретить вот марину и чувствую прилив сил потому что вот на велике все классно по-голландски скажи даша что тебе здесь больше нравится именно в образе жизни что для тебя больше всего цена нидерланда потому что ну радостно встретиться это неудивительно мне нравится здесь комфорт жизни мне нравится что все очень красиво да например сейчас весна пара крокусов прошла все зацвели нарциссы сразу клумбы радуют глаз то есть если тебе не хочется радоваться ты просто посмотришь вокруг и у тебя сразу улыбка на лице начинает расцветать потому что очень красивые кусты камелии сейчас цветут весна это время вот пробуждение в голландии она чувствуется особо здорово вот где-то с февраля по май это время мне нравится что очень красивые хорошие дороги да то есть на машине ездить одно удовольствие на велосипеде ездить одно удовольствие просто вот сама транспортная история доставляет кайф поэтому когда мне говорят ты в мэпель а почему не в амстердаме ну потому что во первых у меня молодой человек здесь живет в мэпеле я к нему приехала и мне тут как бы прекрасно и во вторых все близко полтора часа и ты можешь оказаться в амстердаме и если сравнить с москвой где два часа в один край всегда и пробки еще может быть три часа иногда то это на самом деле не так уж и плохо особенно когда качество дорог классно и ты можешь просто наслаждаться этой поездкой и на общественном транспорте это тоже все хорошо потому что поезда хорошие приятные не пахнущие да там и так далее самое главное что мне всегда радостно когда я здесь нахожусь это уровень жизни это то что все очень ровненько каждая тропиночка все сделано для людей и здесь это сделано с такой любовью что она просвечивается вот в каждом в каждом мгновении потом когда ты уже на родину уезжаешь ты уже понимаешь что вот какой контраст вот какая разница и вот это туда touch of love здесь он чувствуется вот абсолютно везде там и в парках и вот в устройстве да там санузла там вообще везде везде где угодно расскажи пожалуйста откуда ты как-то приехал хорошо с огромной радостью вам расскажу кто и что я девчонка из смоленска смоленска это прекрасный старинный русский город который находится в 350 километрах от москвы и я там родилась в этом городе герой я горжусь им символ этого города птица феникс которая всегда восстает из пепла для меня это тоже такой своеобразный символ который дает мне силу энергию драйв жить дальше развиваться 17 лет я переехала в москву поступила в театральный вуз это долгая история об этом я часто рассказываю сейчас вот в своем инстаграме более подробно знаете так вот доверительно но и сейчас тоже с радостью могу рассказать но у нас тогда будет эфир на 5 часов но в целом хочу сказать что в москве жизнь развивалась тоже не сразу так в гору и радостно потому что история приезда девочки из провинции москву она известна как там не знаю все едут в лос-анджелесе или нью-йорк да также и в россии все это в москву вот из москвы я потом еще ездил в питер там тоже чтобы порабощать сцены там петербурга да и восходить на них но на самом деле что хочется сказать что я обучилась потом я попал в драматический театр работала в труппе драматического театра в москве в москве да это театр у бена симонова плюс меня приглашали в другой театр драмы комедии fest это в подмосковье я выбрала арбат и театр у бена симона потому что это филиал вахтанговского театра вот дальше я стала приглядываться тоже к мюзиклам и так как я всегда пела танцевала мне интересен был этот жанр и тогда в россию только так возрождался начинал там напитываться соками сил и зритель появился свой мюзикловый вот поэтому я получила первую роль свою еще будучи студенткой на третьем курсе и в моей жизни всегда была вот эта вилочка да то есть драматический театр и мюзиклы и я очень счастлива вам рассказать что я работала в театре но не в театре даже в компании stage entertainment это компания которая продюсирует мюзиклы по всему миру да и я работала в мюзикле мама миа вот а что потом удивительное как ниточки сплетаются в этой жизни стоит сказать о том что stage entertainment изначально компания голландская но когда я в ней работала я даже и подумать не могла что я вообще когда-либо перееду сюда и буду так причастны сейчас эта компания уже не голландская и там перепродали но ёп вон данэнда это голландец который создал эту компанию stage entertainment у нас подарки в виде града но это вот да вот в последнее время именно такая погода солнце потом и солнце главное солнце и замка то у нас естественно нет поэтому побежали укрываться да давай сейчас у нас даже такая романтика мы спрятались под бамбука и мы стоим прям экзотика да дальше записывать интервью это град друзья мои апрель да какое сегодня число уже апреля до середина середин тринадцать в России такого града нет отклистали нас да вот сколько на земле тоже на шарики на я голландский град продолжаем разговор ребят мы тут вот как бы в бамбуке спрятались у нас град дождь даже продолжай пожалуйста свою историю ты работала получается в театре в мюзиклах в москве в россии в питере и как ты сюда попала самый интересный момент самый интересный момент на самом деле я не собиралась приезжать никогда в европе потому что я оставила свои ставки все на развитие карьеры в московских театрах в питере в принципе всегда любила место где я живу и работаю вот но потом после кстати окончания учебы я поехала путешествовать и в одном из путешествий своих на турецком побережье познакомилась с моим голландским молодым человеком с которым мы начали отношения и начались поездки уже в нидерланды и в другие европейские страны так мы встречались очень долго до 15 года вот потом была пауза потому что я очень устала такого графика разлеты разъезды по театральной деятельности своей актерской и выступления различные и еще и чтобы встретиться с любимым человеком нужно было летать то есть это было очень сложный период я запаузила и потом после какое-то время я поняла что все равно мне очень комфортно и я чувствую вот это ощущение дома рядом со своим голландским молодым человеком и он меня пригласил уже сюда мы стали потихоньку готовить вот эти документы к переезду и и здесь есть такой вот переезд именно не как здесь есть как статус девушки girlfriend официальные и как статус жены да то здесь разные виды да это есть по-разному и чаще всего тебе важно в начале собрать документы на визу невесты визу невесты вот это чаще всего так бывает потому что никто как бы не спешит сразу там под венец вот это все и вообще в принципе тут невозможно сделать фиктивный этот брак потому что тебе нужно доказывать свои отношения прикладывать переписки билеты на самолеты то есть целое досье на ваши отношения собственно говоря нас было это досье вот огромные эти папки до сих пор там хранятся и тут государство очень четко проверяет потому что очень у них есть много программ по помощи различным странам как сирия марокко турция и очень много людей оттуда где военные какие-то сложные до периода они прям перевозят людей и дают им жилье и кров